МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обратная сторона медалей театральных фестивалей это их организаторы. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня люди, в чьих руках городские театральные праздники. Заместитель руководителя департамента культуры Евгения Мищенко и председатель Самарского отделения союз театральных деятелей Владимир Гальченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот ваш союз, не побоюсь этого слова, союз департамента нашего культуры, союз союза театральных деятелей, в общем, вы так хорошо подружились, что у нас в городе Самара, вот правда, стало, что ни на есть, театральной столицей, столицей в театральных фестивалях. А это, между прочим, очень важная вещь, потому что можно отслеживать законодательство, но законы не успевают появляться к сроку, да, а человеческие отношения, когда они складываются, если они складываются, они, конечно, могут подарить радость и тем, которые организаторы, и если они рады встрече друг с другом, если они рады каким-то делам, которые они придумывают, и пусть тяжело, но делают, и людям, для которых это делается. Ну, это у нас закончился, был проведен весной, прошел конкурс зрительских симпатий «Браво», и мы подводили итоги, мы приглашали к нам лауреатов этой премии. Люди вообще, на самом деле, артисты, рады очень таким премиам, что зрители их отметили. Это же обратная сфера. Кухня немножечко, да, кому принадлежала изначально эта идея, да, насколько я понимаю, это все-таки Союз театральных деятелей, да? А администрация поддержала, да, в лице департамента? Как было? Да, этот проект, он идет уже с 2010 года, если не ошибаюсь, да, Владимир Александрович? Действительно была идея Союза театральных деятелей Владимира Александровича, как его председателя. И, ну, это уже, наверное, наша городская традиция, добрая, хорошая театральная традиция, потому что мы действительно очень театральный город, ну, как говорим про себя, театральная столица Поволжья, так скромно. А нам очень важно иметь, как мы говорим, обратную связь, потому что во время спектакля, если со сцены посмотреть на зал, это большая черная яма, много фонарей, мы не видим кто там, мы только слышим. Пообщаться вообще нет никакой возможности. И очень важно узнать, ну, вот как тебе, дорогой товарищ зритель, как вот сегодня я? Кого ты любишь? Кого ты любишь, да. Как мой спектакль новый, премьера, как он тебе? Вот, и этот конкурс «Звездская симпатия. Браво» как раз дает эту возможность. Слушайте, ну, вот если в этом случае с жюри понятно, что это зритель... Да его нет в жюри, это еще... Вот, да, ну, это весь город, да, все, кто приходит смотреть. А вот как раз кто ведет подсчет? И ведется ли какой-то вот контроль за этим, чтобы все там честно, чтобы все справедливо? Все крайне строго. У нас есть счетная комиссия. Специальные, да, выделенные люди? Да, это действительно ответственные очень люди, специалисты своего дела. Все протоколируется, подписывается, прям вот голос к голосу. А потом результаты счетной комиссии дают нам, организаторам, для того, чтобы мы это утвердили. Вот в этом году, кстати, впервые у нас произошла очень хорошая история, которая, наверное, останется. Когда счетная комиссия нам дала свои результаты, и мы обнаружили, что там за тысячи голосов... Большую цифру. Уходит музыкальный театр у нас, да, за тысячи, потому что там зал большой, да, значит, много бюллетеней. Мы поняли, что музыкальные номинации надо выводить в отдельную историю. Иначе разговорным театром они вообще ничего не оставят. Вот. И мы приняли такое решение в этом году и, наверное, в последующих годах музыкальная история будет отдельно существовать. Ну вот за счет этого, да, увеличилось число номинаций, потому что в прошлые годы их было восемь, если я не ошибаюсь, а в этом году одиннадцать. Вы знаете, это такая штука подвижная на самом деле, потому что раньше у нас была такая номинация, как дебют. Но не все точно понимают, наши зрители, что это такое. А дебют – это же первое предъявление артиста на сцене, например, города Самара, да, а не первая премьера, первый показ спектакля. Это путаница происходит. Поэтому вот что-то уходит, а что-то, наоборот, добавляется. Ну, жизнь. Кукольный театр не хотите туда еще даже включить, может быть? Мы очень хотим и говорили на эту тему, но это же взрослые спектакли. Не когда будут взрослые, потому что сейчас в кукольном театре пока нет здания, которые вот сейчас ожидаются, что областной театр получат здание. Маленький у нас есть муниципальный театр Лукоморья. Он не будет, не сможет, конечно, по числу зрителей конкурировать. Но население детское, дети не будут заполнять бюллетизм. А родители, конечно. Да. Ну, вот мы ожидаем, что в связи с запуском нового здания, в бывшем здании Чуза, да, наши областные куклы, у них появится и вечерний репертуар. Взрослый спектакль. Потому что куклы – это не детский театр чистой воды, это всего-навсего жанр, языком которого можно говорить и на взрослые темы, да, как это… Да, кстати, мы это видим. Да, и тогда, вот на наших фестивалях мы это и видим. Веду как раз к фестивалям, потому что про Браво, да, мы говорили и с лауреатами, и много вообще, и так громко прозвучал этот конкурс в этом году. Но в Самаре, к счастью, на мой взгляд, я вообще получаю невероятное удовольствие от этого, от того, что фестивалей много. Фестивали разноклановые, разножанровые, для любителей вообще всех, по-моему, направлений театральных, которые только могут быть. И один из таких фестивалей – это «Волга театральная», который тоже – это совместная работа, да? Это наш ребенок. Это ребенок. Наш ребенок. Да, фактически. Департамент культуры и союз театральных деятелей. Хочется немножко про него поговорить, потому что я знаю, есть что сказать. Грядет у нас 2017 год. Сентябрь. Да. И что будет у нас? Ну, во-первых, наверное, что было, да, Владимир Александрович? Уже два фестиваля прошло. Он проходит один раз в два года, в 13-м, в 15-м. Ну, а представительство, Владимир Александрович, ну, вот, можете рассказать действительно долго. Ну, представительство, мы вот сейчас приступили к подбору афиши. Уже много заявок. Что хорошо, уже об этом фестивале знает «Волга», потому что это фестиваль театров «Волги», Приволжско-федерального округа, да? Мы его делаем совместно с Ассоциацией городов по Волжье. По Волжье, да. Поддерживают, конечно, российские союзи. Да, и Российский союз. И фестивали знают, и участвовать уже у нас престижно. Это говорит о том, что и на второй фестиваль, и сейчас особенно на третий, уже очень много заявок. И готовятся люди, знают и готовятся. Ну, я знаю, что есть уже так, если можно так называть, два раза проходил фестиваль, ну, старожилы, да? Например, Альметьевский театр, который оба раза присутствовал. На третий раз вот он подавал, допустим, уже заявку. Подали, ну, вот уже я не знаю как, потому что на меня обижается татария. Тоже хотят. Потому что, естественно, мы дружим, это же татарский город, Альметьевск. Мы дружим с ними, говорят, у нас есть еще очень хорошо. У нас еще театр есть. Еще есть лучшее, что ж вы на этот один Альметьевск. У нас есть еще города, на что мы отвечаем. И вот они говорят, сейчас в Набережных Челнах очень интересно стал работать муниципальный театр Набережных Челнов. Вот мы сейчас с ними ведем переговоры. Ну, действительно, еще один Альметьевск. А сколько может спектаклей принять Волготеатральное за эту неделю? Вот максимум прикидывали, что если все площадки использовать, все-таки максимальная наполняемость какая может быть? Ну, у нас на последнем фестивале было 17 спектаклей. Около 20, наверное. Около 20, да. Ну, просто вот больше... Больше неделю сложно. Больше недели сложно очень, конечно. Потому что это связано и с отелями. Мы и так арестовываем отель на всю неделю. Отель счастлив мы не всегда, когда много народу. Хотя тоже счастливы, потому что... Потом есть же отбор. Это не просто вот по желанию театра, по желанию союза. Запрашивается материал, обязательно запись. Уже предварительно жюри отсматривает, что мы смотрим, что мы допускаем. Конечно. А жюри меняется из года в год? Или там есть люди, которые переходящие? Жюри есть основа этого. Жюри, поскольку за жюри у нас отвечает Большой Союз Театральных Детей России, мы им отдали эту историю, в которую мы... Да, они нам направляют. Они нам направляют. Они потом делают разборы этих спектаклей. Потому что очень важно, ведущие критики страны, они очень дорогие товарищи. И не каждый театр муниципальный нашей любимой Волги может себе доставить такую роскошь этих масочных критиков, иметь на посмотреть их спектакли. А здесь, на фестивале... А фестиваль может себе это позволить. Поэтому нам очень важно еще научная составляющаяся, методическая. Профессиональная такая. Да, как мы движемся в тот или другой театр, как он развивается, что сейчас хочет зритель, что сейчас востребовано зрителям. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет с закрытия Волги Театральной... Да, второго фестиваля. Да, второго фестиваля, чтобы и мы, и наши зрители вспомнили, как это было, и вернемся к нам в программу. Посмотрим. Спектакль «Визит дамы» от Тольяттинского театра «Колесо», который вошел в двадцатку лучших театров России, сорвал шквал аплодисментов на закрытии фестиваля. Тема вечная о том, как сильна может быть месть обиженной женщины, если однажды судьба наделяет ее властью и богатством. Впрочем, заветную статуэтку получил все же мужчина. Актера Сергея Максимова жюри фестиваля признала лучшим в этом году за роль Альфреда Ила, того самого мужчины, которого фатальные ошибки молодости обрекли на смерть. «Ну, давай. Зови меня, как звал приют». «Моя дикая кошка!» «Моя дикая кошка!» «Еще как?» «Моя колдунья!» «Моя колдунья!» «Актрисе» Наталье Носовой за спектакль «Русский и литература». Гран-при фестиваля вручал Олег Фурсов. Актеры и зрители с нетерпением ждали оглашения результатов. Он обретает, конечно, популярность. Это видно и по аншлагам, которые были всю эту неделю. Это видно и по количеству тех театральных коллективов, которые приезжают к нам. Нас, конечно, это очень-очень радует, потому что наш город – город с хорошими театральными традициями. Ну а диплом Гран-при награждается спектакль «Господа Головлёвы». Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет долгие годы жить и будет очень успешным. Спасибо. Расставаясь на хорошей ноте, актеры и зрители не прощались друг с другом, а говорили «увидимся через два года». Третья «Волга театральная» состоится в 2017 году. Ну вот не обманули мы в сюжете, да, что это состоится в 2017 году. Я знаю, что есть подтверждение по финансовой, так скажем, составляющей. И, в принципе, ждем и активно работаем. Ну, здесь Яна ина должен сказать, потому что никогда не будет лишним сказать людям спасибо за понимание. Потому что мы знаем, какая ситуация финансовая сейчас, в принципе, в стране. И что расставлен так приоритет, что фестиваль не проглочен. Это, конечно, огромное спасибо нашему городу за понимание и сотрудничество. Ну, мы тоже очень рады. И хочется еще все-таки спросить, кто из интересных, вот таких, кто приглянулся, подает сейчас заявки. И есть ли там какие-то театры-лауреаты, каких-то престижных еще премий. Потому что мы теперь тоже престижные, волготеатральные. Ну, вот сейчас этот сюжет напомнил этот очень хороший спектакль господа Головлёвы из Перми. Это тоже муниципальный театр пермский. Они гран-при взяли, сейчас опять просятся. Но в Перми есть еще один замечательный театр. Он называется «У моста». Он современно мыслит, неординарный такой театр. Он неоднократно был награжден национальной премией «Золотая маска». И они очень хотят к нам. Ну, это очень круто. Да, конечно. Да. Эти приехали. Хотел вивить. Эти пермики приехали. Те говорят, мы тоже хотим. Рассказали, что у нас хорошо. Естественно, наверное, будем с ними связываться. Потому что хорошо, когда меняется вода, меняются лица, меняются коллективы, меняются города. И пусть все знают о том, что Самара действительно театральный центр Волги. Я знаю, что зрители, которые бывали на Волге театральной, и стараются, есть такие, которые стараются, конечно, чем больше, тем лучше посетить. Но все, конечно, не успевают посмотреть. Есть ли такие у нас варианты, может быть, создания какого-то интернет-портала, куда бы выкладывались эти спектакли потом, спектакли-лауреаты, чтобы зрители могли посмотреть. Те, кто не успели, были на другом в то время, как тут шел другой шок. Это идея очень хорошая, но идея не вполне. Да, это упирается в авторские права. Права на прокат. То есть это будет как прокат? Спектакль, по нашим условиям, спектакль должен быть не старше двух лет, то есть который прокатывается в тех городах. Если мы сейчас его дадим в широком доступе, им это невыгодно. И Золотая Маска не имеет таких прав. Золотая Маска, имея все записи этих спектаклей, могут выдавать в эфир по письменному согласию театра только через определенное количество лет. С техническими такими, да, творческими условиями связанных. Да, такая история. А тебе жалко, интересно было бы. Если этот спектакль востребован в том городе, где он показывает, зачем мы будем на всю страну продавать все секреты. Ну, тем больше есть интерес прийти на спектакль. Прийти, конечно, прийти на все хочется. Вот себя вспоминаю тоже те же два года назад, хотя я в связи вот с работой, так скажем, посмотрела много, что удалось. Но было и то, что, эх, к сожалению, не успела. И таких, как я, достаточно много. Вам-то чего, какую обратную связь вы получили от актеров, которые, ваши коллеги, Владимир Александрович, которые тоже в своих театрах хотя бы посмотрели то, что им на площадке привозили, ваши коллеги? Что еще говорят? Меня очень радует, что наши театры муниципальные, это и Самарская площадь, и камерная сцена, да, которые принимали участие в этом фестивале, они, как все приезжие, получали наши майки с эмблемой, с надписью «Волга театральная», и статуэтки, все вот это вот такой необходимый набор, буклеты, отдается же всем театрам. И когда я вижу, нет-нет, да, особенно это, когда тепло становится, вижу, они ходят в этих майках. Значит, драматический театр, он у нас в другой посуде находится, у них там свой государственный театр, это муниципальный театр, потому что мы с городом это делаем. Вот, они говорят, а мы хотим такую майку. Я говорю, ну, дорогие мои, участвуйте, ничем мы нам помочь не можем. Ну, может быть, какое-то еще во время, да, фестиваля, магазин. А самое главное, наверное, отзыв, фотклик, это полные залы. А залы действительно полные, как говорят на листах. Все площадки, все площадки. Это говорит о том, что театр в Самаре востребован. И театр любят. Хочу еще поговорить о театральной Самаре, да, и о том, как у нас проходит этот процесс. Потому что всегда есть какие-то, ну, это же все равно волнообразное, да, явление. Когда-то мы хотим прям многое, и зритель вот идет толпами во все театры, у нас нигде нет свободных мест. Когда-то на время это немножечко стихает, да. Как, если вдруг волна пошла на спад, как пробудить в людях? Есть какие-то вот методы? Думайте о том, как пробуждать в Самарцах дополнительный какой-то интерес. Да, это очень просто. У нас очень просто, в нашей семье, а семья такая, союз театральных деятелей Департамент культуры нашего города, все очень просто. Достаточно набрать телефон друга и попроситься на свидание. Мы встречаемся и начинаем думать, так, чем бы еще удивить? Какую новую волну, какой новый проект изобрести, чтобы наш город сказал, ой, что это такое? У них что-то по-иному. Оно, в принципе, так и происходит. Мне еще хочется поговорить об экспериментах с вами, потому что Волга театральная, вот конкурс Браво, это по большей части все-таки, ну, может быть, не совсем вот классические, все спектакли есть современные, да, но тем не менее. Они понятные, достаточно стандартной формы, как мы привыкли это делать. Есть ли у нас желание и возможности, и вообще как мы относимся к экспериментам и к тому, что на сцене может происходить спектакль, но совсем не такой, как мы привыкли. И вообще самарцам это надо, мы хотим, вот вы мне скажите, мы зрители самарские, мы хотим экспериментов? Ну, если можно говорить только за себя, да, я люблю классические постановки. Ну, вот нравится мне, когда все профессионально, правильно, как написал автор. Если автор современный, он написал вот так, то, пожалуйста, будьте любезны, ставьте так, как есть, как должно быть. Поэтому совершенно хорошо отношусь и к современным постановкам. Эксперимент в отношении классики, ну, вот, ну, может быть, всего... Я почему так передать, выразить, но посмотрел на Евгению Борисовну. Как-то я вот не очень люблю эксперимент в отношении классического искусства в целом. Это общее мнение нашего самарского зрителя. Я почему так посмотрела, я хотел, чтобы Евгения Борисовна это озвучила, потому что я могу тоже констатировать, что это так. Потому что, ну, можно, конечно, это уже к коллегам, наверное, я... Можно, конечно, самовыражаться, ну, как бог на душу. Я художник, как говорит Богомол. Я так вижу. Не видится так. Ну, хочется сказать, ну, дорогой ты мой, ну, и видь там где-нибудь у себя дома. Чего ты пришел в театр и позвал еще меня в свободный вечер смотреть, как плохо жить. У меня в свободный вечер, я в театр пришел. Я хочу, если поплакать, так чтобы это я поплакал с удовольствием. Или посмеяться. Или с удовольствием. Хотя, конечно, здесь и мера таланта, мера вкуса, мера такта. Это очень все тонкие вещи, которые, ну, на мой взгляд, очень сложно просто реализуются и сложно выполним. А потом, театр же это делает добровольно, а человек добровольно покупает билеты. Да, и голосует ногами. Да, да, и голосует ногами. Рублем, как говорится, да, билетом. Вот по голосованию тоже хочу немножко упомянуть о том, что у нас же радостное событие, да, произошло в городе, в области. И спектакли, которые отметили зрители в конкурсе «Браво», да, немножко вернемся. Два, ну, то есть, получается, театр оперы и балета и театр драмы со спектаклем «История лошади» стали лауреатами как раз «Золотой маски». Не лауреатами, а номинантами. Номинантами, да. Это я уже в корень взрю просто. Да, 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 да. Мне кажется, что... Вот. И хочется вот об этом немножко сказать, потому что с вами, Владимир Александрович, разговаривая, вы так с хитрецой сказали, что зритель «Браво», он вперед бежал. Да, да, и видел, и за день уже знал о том, что это самые лучшие. Это действительно так. Вот мы буквально вчера разговаривали с моим теперь уже молодым другом Володей Морякиным, который играет холстомерой, как сложились человеческие отношения, как бывает, очень теплые. Я ему вчера говорю, Вовочка, ты знаешь чем? Я не хочу 19 апреля. 19 апреля, это когда будет награждение маски, будет выяснено. Я не хочу 19... Мы должны с ним поехать, если мы номинированы в театр Станиславского и Немировича, там это будет происходить. Я говорю, я не хочу 19 апреля. Он говорит, Владимир Александрович, а почему? Я говорю, Вовка, сказка кончится. Сейчас сказка, да? Да, 19-го все будет понятно, все закончится. Закончится сказка. А очень... Ожидание, чудесное ожидание, конечно. Да, потому что это воспринимается, конечно, как чудо, когда на таком высоком уровне оценена твоя работа, твои ночные слезы, все то, что у тебя не получалось, перекрылось тем, что так это высоко оценено, что так не хочется, чтобы эта сказка заканчивалась. Ну, я очень надеюсь, что вы что-нибудь там привезете. Вот, 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 вот. Вот, вот, дерево, стучи, стучи. Вот насколько это для города, Евгения Борисовна, насколько это ценно? Потому что нельзя сказать, что каждый вот второй регион по несколько театров... Да, очень целый, что уж тут говорить. Просто гордимся, обожаем наши театры, наших актеров. Здорово. Больше нечего добавить. Мне хочется в преддверии Нового года, да, уже декабрь наступил, хочется немножко еще затронуть такую тему, как актерство и праздники новогодние, да? Какие у нас, Евгения Борисовна, что у нас будет от города для жителей, для детей, может быть, да? Все-таки это больше детский праздник. Вот. И, Владимир Александрович, и у вас чего? Потому что я знаю, что в Доме актера всегда проходят елки, и тоже всегда всех приглашают. И вот эти все новогодние праздники у нас тоже бурно звучат. Ну, мы всего-навсего маленькая песчинка, наверное, потому что будет происходить в нашем городе новогодние дни, да, у нас будут елки, у нас работает областной театр кукол, потому что в ожидании своего здания они сейчас работают у нас, и тем более елки, как в прошлом году. Вот. Поэтому они работают это мастерски, они умеют это делать. Вот. Но это только песчинка. А в основном? Ну, на самом деле, Мариан, такая вот большая городская афиша, она фактически сверстана в ней, и государственные театры, конечно. Тут и филармония, здесь и ведомственные какие-то у нас есть, такие вот дома культуры, там тоже проходят коммерческие какие-то спектакли, представления. Все это у нас уже готово. Ну, что, если говорить о муниципальных театрах, ну, конечно, задумка. Два представления она подготовила в этом году, показывает их и в «Современники», и в «Звезде», и в «Дворце культуры» железнодорожников. Камерная сцена всегда у нас готовит новую, новогоднюю такую премьеру. У них долгоногий Хольтер, вот, например. У меня было интересное название, интригующее. Хольтер – это зверь или имя? Это имя, насколько я понимаю. Слушай, когда начнется все это? Когда все? Да фактически уже с 10 декабря и пойдем. Уже с 10 декабря можно, да? Хольтеры, скажем. Я вам скажу, больше того билетов нет. Да вы что? Конечно. Ничего себе. В камерную сцену уже стали своей Борисовны и Рубиной говорить. Говорит, все, билеты уже до 7 января проданы. Вот так вот. Вот так. Востребован сейчас. Лукоморье, конечно, показывают у них. В этом году они обрели свой маленький уютный дом. У них вышел спектакль «Бука» очень хороший. Я детские отзывы слышал. Говорит, это что-то потрясающее. У них спектакль «Маленькие елочки». То есть все готовятся все равно. Ну, сомнений нет в том, что, да, Самара театральная столица, буквально, не только по Волжи, я уже думаю, что можно идти дальше. А как приятно, да, Георгий? Пости, хорошо. Мы когда начинали дружить и все вот это вот, да, мы говорили, утерян статус. Это я в основном. Утерян статус театрального центра, во что мы превратились. Друзья, вы все восстановили. Вот в результате мы теперь можем говорить, мы театральный центр страны. Театральный центр страны. Скромно. Спасибо вам большое, что вы пришли. К сожалению, да, наше время закончилось. Там мы еще можем говорить. Ждем все эти праздники немыслимые, Волгу театральную через год ждем. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин